привет меня зовут светлана сегодня 7 августа 2021 года и у нас в программе в начале видео я расскажу о продвижении вышивки ну а большая часть ролика будет посвящена по сложившейся традиции прогулки по страницам истории сегодня друзья мы отправимся путешествовать по средневековью в компании графа дракулы за которым тянется зловещая тень устрашающей репутации уже почти шесть веков но пока вернемся к первому пункту отчету я вышиваю картину прекрасного итальянского художника евгению дуардо зампиги по схеме творческой мастерской артель белый кролик схема большая 576 на 420 стежков в моем случае это крестики состоит из 200 цветов из них 102 бленда ну а теперь перейдем к статистике но если это конечно интересно вышито за прошедшее время около шести дней но не все были конечно вышивальные получилось вышить пять с половиной тысяч крестиков что составляет около 8 процентов от общей работы вот хотела немножечко чтобы было видно полностью всю работу напомню что я вышиваю крестиком в два сложения нити нити дмс канва 18 каунта аида ну а теперь хотелось бы поделиться с вами впечатлениями от вышитого пройденного участка ну все ожидаемо сложно и присутствуют пресловутые эти единички вот немножко здесь вот я оставила такой участок здесь 12 трешки четырешки и так далее 11 12 34 всем все все по возрастающие в общем весело не скучно частая смена нити спасает то что каждый символ имеет свою иглу соответствующим ключу цветом нити нити развешаны на планшет и бумажные органайзеры по несколько метровых пасм или целым мотком но также в виде метровых пасм все зависит от интенсивности использования цвета нити запасные хранятся тут же в коробочке в виде мотков или на бобинках в общем прошедшие дни я продолжала заниматься кладкой камина мы видим он у нас подрос ну тут конечно я разгулялась по черному как на прошлой неделе но способствовали этому большие участки вышиваемые одним цветом затем принаряжала джузеппе вот уже готов один рукав мне нравится как он выглядит складки на рукаве все понятно не расплывчато джузеппе грациозно согнул руку и пальцы музыканта заскользят по клавишам инструмента вопросом появления которого я сейчас и занимаюсь как мы можем видеть вот он только начинает прорисовываться так что джузеппе не переживай организую тебе гармошку в лучшем виде насколько я это смогу да было бы время улыбается в предвкушении наш дружище ну что друзья по отчету все далее будут картинки соответствующей тематике повествования так что если будет желание бросайте взгляд на экран но теперь вы не забыли нас ждет граф так что скоренько берем комплект необходимого иголочки спицы у кого что занимаем удобное место и плавно погружаемся в средневековье итак кто он влад цепеш граф дракула уже почти шесть веков тянется за владом цепешем зловещая тень его устрашающей репутации кажется что речь идет на самом деле об исчадии ада кровожадный вампир ужас летящий на крыльях ночи деспот сажающий накол за малейшую провинность и так далее и тому подобное влад цепеш превратился в массовом сознании в чудовище равных которому не бывало а может это был обычный для той эпохи деятель разумеется обладавший выдающимися личными качествами среди которых демонстративная жестокость занимала отнюдь не последнее место а дракуле снимают фильмы ужасов и пишут книги леденящую кровь а личности валашского господаря до сих пор идут споры делаются очередные попытки выяснить соотношение мифа и реальности правды и вымысла в описаниях этого человека однако при попытке разобраться в событиях отстоящих от нас почти на шесть веков иногда неосознанно а иногда и намеренно вокруг образа этого человека создаются новые мифы так как уже он был на самом деле почему именно его выбрали в главные вампиры истории кем же был тот кто для миллионов читателей и кинозрителей стал воплощением вампиризма на родине в румынии он как правило считается поборником жестокой справедливости спасителем и защитником отечества эту странную антитезу один из исследователей сформулировал так небезызвестный дракула валашский садист и патриот год его рождения не говоря уже отдать и точно неизвестен в отцепишь дракула родился вероятнее всего 1430 или 1431 году в популярной литературе часто связывают рождение влада с моментом вступления его отца в орден дракона куда куда тот был принят 8 февраля 1431 года императором сигизмундом занимавшим тогда еще и венгерский престол однако на самом деле это просто совпадение а скорее попытка такое совпадение изобрести таких выдуманных а иногда и реальных совпадений в биографии влада цепиша полным-полно относиться к ним следует с большой осторожностью отец влада третьего правитель валахии влад второй находясь в юности при дворе германского императора действительно вступил в орден дракона причем орден был исключительно респектабельным его члены обязывались подражать святому георгию в его неукротимой борьбе с нечистью которая тогда ассоциировалась полчищами турок наползавшими на европу с юго-востока именно благодаря вступлению в орден дракона отец цепиша получил прозвище драку дракон перешедшая потом по наследству и к его сыну так называли не только влада но его братья в мир чей раду поэтому непонятно связывалось ли такое имя с представлением о нечистой силе или даже скорее наоборот в качестве постоянного напоминания о данном обете рыцари носили изображение дракона убитого георгием и висящего с распростертыми крыльями и перебитой спиной на кресте но влад второй и явно перестарался он не только появился со знаком ордена перед подданными но и чеканил дракона на своих монетах даже изображал на стенах сооружаемых церквей в глазах народа он с точностью до наоборот стал дракона поклонником и потому обрел прозвище влад драку дракон автор русского сказания о дракуле воеводе пишет прямо именем дракула влашеским языком а нашим дьявол то ли козломудр як уже по имени его так и житие его известно что это прозвище использовалось иностранными владыкам при официальном титуловане цепиша когда он был правителем валахии цепиш обычно подписывался влад сын влада с перечислением всех титулов и владений но известно едва письма за подписью влад дракула совершенно ясно что он носил это имя с гордостью и не считал его оскорбительным прозвище цепиш имеющие жуткое значение сажатель на кол по-румынски при его жизни не было известно скорее всего она еще до его гибели употреблялась турками после смерти господаря она была переведена с турецкого и стала использоваться всеми под ним он и вошел в историю есть еще портрет разумеется дракула вряд ли был именно таким каким его изобразил средневековый художник современники признавались что влад в отличие от своего брата раду прозванного красивым красотой отнюдь не блистал зато был физически очень сильным человеком прекрасным наездником и пловцом а вот был ли он патологическим садистом или же бескомпромиссным героем который не имел права на жалость на этот счет мнения расходились тогда и продолжают расходиться теперь для начала обратимся к истории княжества валахия в те времена являла собой то самое маленькое государство которое как заметил мудрый лорд буллинброк из стакана воды получает какие никакие шансы в том случае если на его территорию претендуют сразу два больших в данном случае на валахии сошлись интересы католической венгрии наступавший на православие и мусульманской порты претендовавший на мировое владычество валахия была областью зажатой между турецкими владениями с юга и венгрии севера кроме того за спиной маленькой валахии пряталась богатая трансильвания или семи граде принадлежавшая венгрии где бурно развивались ремесла проходила ветвь великого шелкового пути и росли самоуправляемые города основанные саксонцами семи градские купцы были заинтересованы в миром сосуществований валахии с турками агрессорами трансильвания была своего рода буферной территорией между венгерскими и валашскими землями своеобразие геополитического положения валахии а также религиозная специфика исповедания народом и государями православия противопоставляли ее как мусульманской турции так и католическому западу это обусловило крайнее непостоянство военной политики правители то шли вместе с венграми на турок то пропускали турецкие армии в венгерскую трансильванию борьбу супердержав валашские господаре более менее успешно использовали в своих целях заручаясь поддержкой одной из них чтобы очередным дворцовым переворотом свергнуть ставленника другой именно таким образом зашел на престол влад старший отец с помощью венгерского короля свергнувший своего двоюродного брата однако турецкое давление усиливалось и союзничество с венгрией мало что давало влад старший признал вассальную зависимость валахии от порты такое сосуществование достигалось по традиционному для того времени сценарию князе отправляли ко двору турецкого султана своих сыновей в качестве заложников с которыми общались обращались хорошо но в случае мятежа в ассальном государстве немедленно казнили таким гарантом повиновения и стали сыновья валашского господаря раду красивый и влад который свое далеко не столь невинное прозвище заработает позже тем временем влад старший продолжал маневрировать между двух огней однако в конце концов был убит вместе с сыном мирчу то ли венграми то ли собственными боярами кроме того говоря об ужасах неразрывно связанных с именем дракулы следует помнить о состоянии страны и существовавшей там системе власти государь избирались на престол из одного и того же рода рода но выбор не был обусловлен какими-либо определенными принципами престола наследия все решала исключительно расстановка сил в кругах валашевского боярства поскольку любой из членов династии мог иметь множество как законных так и побочных детей любой из которых становился претендентом на престол было бы кому из бояр на него поставить то следствием этого была фантастическая чехарда правителей нормальный переход власти от отца к сыну был редкостью понятно что при стремлении зарывавшегося господаря закрепить свои полномочия на повестку дня становился террор и объектом его оказывались как родичи правителей правителя так и всевластные бояре террористические если так можно выразиться царствования были и до и после влада третьего почему же тогда творившиеся при нем вошло в устные предания литературу как превзошедшие все мыслимое и немыслимое вышедшие за пределы самой жестокой целесообразности деяния этого правителя широко растиражированные письменными произведениями пятнадцатого столетия и в самом деле леденят кровь сама жизнь влада кажется непрестанным переходом от одной экстремальной ситуации к другой в 13 лет он присутствует при разгроме турками валашских венгерских и славянских войск битве под варной затем годы пребывания в турции в качестве выданного отцом заложника тогда то он и выучил турецкий язык в 17 лет влад узнает об убийстве боярами из венгерской партии отца и старшего брата турки освобождают его и сажают на престол из турецкой неволи влад вернулся на родину законченным пессимистом фаталистом и с полным убеждением что единственными движущими силами политики служат сила или угроза ее применения продержался он на троне первый раз недолго венгры сбросили турецкого ставленника и посадили на строн на трон своего влад вынужден был просить убежище у союзников молдавии однако проходит еще четыре года и во время очередной уже молдавской смуты гибнет правитель этой страны сторонник влада который гостеприимно его принял молдавии новый побег на этот раз к венграм истинным виновником смерти отца и брата дракулы и четыре года пребывания в трансильвании у валашских границ жадное выжидание своего часа 1456 году наконец все сложилось благоприятно для беглого правителя в очередной раз дракула занимает престол с помощью валашских бояр и венгерского короля недовольная своего своим предыдущим протеже так началось то правление влада цепиша в валахе во время которого он и стал героем легенд и совершил большую часть своих деяний вызывающий до сих пор самые разноречивые оценки на четвертом году княжение дракула разом прекращает выплату дани туркам и ввязывается в кровопролитную неравную войну с султанской портой для успешного ведения любой войны а уж тем более с таким грозным соперником необходимо было укрепить свою власть и навести порядок в собственной державе к осуществлению этой программы и приступил цепиш в присущем ему стиле первое что согласно исторической хроники совершил влад утвердившись тогдашней столице валахи выяснил обстоятельства гибели своего брата мирчу и покарал виновных он приказал вскрыть могилу брата и убедился что тот во первых был ослеплен а во вторых перевернулся в гробу что доказывало факт погребения заживо согласно хронике в городе как раз праздновали пасху и все жители принарядились в самые лучшие одежды усмотрев таком поведении злобное лицемерие цепиш распорядился заковать всех жителей в цепи и отправить на каторжные работы по восстановлению одного из предназначавшихся ему замков там они должны были работать до тех пор пока парадные одежды не превратятся в лохмотья звучит рассказ психологически вполне достоверно да и документ в котором он содержится вроде заслуживает доверия это не памфлет написаны врагами влада а добротный труд составленный беспристрастным летописцем причем почти одновременно с происходившими событиями однако зададимся вопросом а можно ли верить этой истории описанной в хронике власть валахии была захвачена владом 22 августа 1456 года после расправы над соперником гибель которого произошла 20 августа причем здесь пасха ведь дело шлук осени более правдоподобно выглядит предположение что события эти относятся к первому вступлению влада на трон в 1448 году непосредственно после гибели брата однако тогда он правил всего лишь два осенних месяца с октября по начало декабря то есть никакого пасхального праздника тоже не могло быть получается что мы имеем дело с легендой каким-то образом исказивший действительность и связавший воедино разные происшествия изначально друг с другом никак не связаны хотя возможно некоторые детали попавшие в хронику и соответствует действие реальности например эпизод со вскрытием могилы такое событие могло действительно произойти причем еще 1448 году когда цепиш стал правителем в первый раз что наверняка подтверждается упомянутой хроникой так это тот факт что легенды о правлении влада цепиша стали складываться практически сразу же с началом его правления кстати хотя все эти рассказы содержали описание разнообразных жестокостей совершаемых владом общий тон их был скорее восторженным все они сходились на том что цепиш в кратчайшие сроки навел стране порядок и добился ее процветания однако средства которые при этом он использовал вызывают в наше время далеко не столь единодушный восторг с момента второго воцарения дракулы стране творится нечто невообразимое к началу правления под его властью находилась около 500 тысяч человек за 6 лет не считая жертв войны по личному распоряжению дракулы было уничтожено свыше 100 тысяч возможно ли чтобы правитель пусть даже средневековый вот так за здорово живешь уничтожил пятую часть своих подданных даже если в некоторых случаях по террор можно попытаться подвести какую-то рациональную основу там устрашение оппозиции ужесточение дисциплины прочее то цифры все равно вызывают новые вопросы происхождение легенд о дракуле требует пояснений во первых деятельность влада цепиша была изображена в десятки книг сперва рукописных а после сделано рутенбергом изобретение и печатных созданных в основном германии и в некоторых других европейских странах все они сходно так на сходы так что видимо опираются на какой-то один общий источник важнейшими источниками в данном случае являются поэма бэхэма немца жившего при дворе венгой и венгерского короля а также немецкие памфлеты распространявшиеся под названием об одном великом изверге в конце того же столетия другая группа сборников легенд представлена рукописями на русском языке они близки друг другу похожи и на германские книги но кое в чем от них отличаются это древнерусская повесть о дракуле написано в 1480-х годах после того как валахию посетила русское посольство ивана третьего есть еще и третий источник устные предания до сих пор бытующие в румынии как непосредственно записанные в народе так и обработаны известным сказочниками спиреску девятнадцатом веке они колоритны но в качестве опоры для поиска истины спорны наслоившийся в них за несколько веков устной передачи сказочный элемент слишком велик источник которому восходят немецкие манускрипты написан явно врагами цепиша и изображает его самого его деятельность в самых черных тонах с русскими документами сложнее не отказываясь от изображения жестокости влада они пытаются найти для них более благородные объяснения и ставят акценты так чтобы те же самые поступки выглядели в прилагаемых обстоятельствах и более логично и не так мрачно известен эпизод когда в начале свое управление дракула созвав до пятисот бояр спросил их сколько правителей помнит каждый из них оказалось что даже самый младший помнит не менее семи царствовал ответом дракулы была своеобразная попытка положить конец недостойному порядку когда бояре оказывались настолько долговечнее своих повелителей все пятьсот украсили колья вкопанные вокруг покоя в дракуле в его столице цырговище но если в этом случае понять чувство террориста на престоле и его мотивы нетрудно то объяснить ими все остальное пожалуй нельзя благодаря этим свидетельствам изобилующим перекликающимися эпизодами воссоздается образ владыки до самозабвения любящего сажать людей на колы и бороться за правду справедливость причем невозможно сказать где первая страсть переходит во вторую и наоборот так неразрывно они слиты правда мыслиться не иначе как в виде неустанного умершвления людей и наоборот убийства творятся исключительно во имя восстановления справедливости достигается это неустанной изощренной игрой которую ведет за мудрый дракула с современниками он изобретает ситуации в которых должен возникнуть некий зазор между идеальной абсолютной правдой справедливостью и словами либо поступками испытуемых вот несколько примеров иностранного купца приехавшего валахию обокрали он подает жалобу дракуле пока ловят и сажают накол вора с которым по справедливости все ясно купцу подбрасывают по приказу дракула кошелек в котором на одну монету больше чем было купец обнаружив излишек сразу сообщает об этом владу тот хохочет молодец не сказал бы сидеть бы тебе на колу рядом с вором дракула обнаруживать что в стране чересчур много нищих он созывает нищую братью кормит досыта и обращается с вопросом чем бы он мог их еще облагодетельствовать не хочется ли им навсегда избавиться от земных страданий конечно им этого хочется и дракула идет навстречу двери и окна закрываются а дом со своим христорадничающим содержимым сжигается дотла при этом восхищенным сад сам собой дракула замечает что думая сделать одну благодеяние он совершил два страну избавил от паразитов а нищих от мук и печали вообще отличавшийся большой богобоязненностью неустанно строивший церкви дракула говорил что заслуга его перед всевышним исключительно велика ни один его предшественник не послал богу столько святых великомучеников когда некий монах начал его уличать в тирании а казненных в полном согласии со словами самого дракулы величать мучениками дракула радостно ответил что готов и самого монаха приобщить к мученикам и приобщил еще пример дракула весело пирует по выражению древнерусского автора среди трупе слуга подносящий блюдо морщится на вопрос почему выясняется что он не может терпеть смрад резолюция дракулы так посадить же его повыше чтобы и смрад до него не доставал и корчится бедолага на кого невиданной высоты как правило дракула стремился соизмерять высоту колу социальным рангом казненных бояре и здесь оказывались гораздо выше простолюдином примечательная дипломатия дракулы вот перевод в древнерусского был такой обычай у дракулы когда приходил к нему неопытный посол от царя или от короля и не мог ответить на его коварные вопросы то сажал он послан на кол говоря не и я виноват в твоей смерти а либо государь твой либо ты сам на меня же не возлагай вины если государь твой зная что не умен ты и неопытен послал тебя ко мне многомудрому государю то твой государь и убил тебя если же ты сам решился идти не ученый то сам себя и убил классический пример расправа с турецкими послами которые по обычаю своей страны кланяясь дракуле не снимали шапок дракула похвалил обычай а чтобы еще более укрепить их в нем прибил шапки головам послов гвоздями это уже не просто садизм историки сделали немало чтобы вести дракулу в число великих садистов возрождения чем не собрать дракулы неаполитанский король ферран ты неутомимый работник умный и умелый политик который и убитых врагов засолил рассаживал вдоль стен погреба устраивая у себя во дворце целую галерею которую посещал в добрую минуту и десятки подобных ему современника влада третьего но есть различия упоемная игра дракулы с правдой справедливости в которую как легко убедиться он вкладывал особый смысл во-первых это проверка испытуемых на соответствие всех возможным идеалам честности красноречия зажиточности изящества и так далее причем любое отклонение от идеала наказывается мучительной смертью во вторых правда дракулы это уязвимость человека то есть возможность любым способом истолковать слова или поступки как несущие скрытое указание на его казнь а еще желательнее даже на вид казни ну как в случае с турецкими послами здесь очень показательный упоминаем в различных источниках эпизод с венгерским послом дракула пригласив его на пир указывает на чрезвычайно большой позолоченный кол и вопрошает зачем этот кол может здесь понадобиться следует ответ что верно некий выдающийся муж провинился перед дракулой и тот хочет отличить осужденного красотой у кола дракула же отвечал верно говоришь вот ты великого государя посол посол королевский для тебя и приготовил этот кол по критерию открытости для смерти посол сам признал себя подходящей добычи дракулы но звучит ответ государь если я совершил что-либо достойное смерти делай как хочешь ты судья справедливый не ты будешь смерти моей повинен но я сам следует развязка если бы не так ответил быть бы тебе на этом колу подоспевшие войска султана разгромили дракулу и подошли к торговище но здесь то и произошло трудногообразимое тысячи человеческих жертв как бы выкупили жизнь цепиша увидев лес скалов с мертвецами перед стенами его столицы султан воскликнул что же мы можем сделать с этим человеком и странным образом утратив энтузиазм он с основными силами отошел в турцию тем не менее поражение цепиша было полным дракула теснимый оставшимися турецкими отрядами бежал но европа которая в дни побед славила его как великого христианского полководца взявшего реванс за поруганный турками константинополь и не замечавшая его кровавых зверств отвергла дракулу венгерский король заточил его в темницу там цепиш провел 12 лет и тут снова удачи вернулась к нему венгерский король предложил цепишу перейти в католичество дракула отрекается от православия следует женитьба на сестре короля матвея корвина и садист которого только что обличали сочиняемые в венгрии памфлеты становится желанной для венгров кандидатурой на валашский престол в 1476 году он опять на троне свергнув своего брата раду второго придерживающегося турецкой ориентации вновь вспыхивает война с турками сообщение о том как именно погиб цепиш противоречивы согласно одному из них у влада был слуга турок агент внедренный султаном который пользовался полным доверием господаря и всюду его сопровождал он то и убил цепиша подобравшись к нему со спины и отрубив голову которую отвез повелителю правоверных эта версия маловероятно цепиш был слишком осторожен и подозрителен чтобы довериться турку уж кто кто а он знал пристрастия турок политическим играм а единственная причина по которой он мог бы иметь с ним дело получение каких-то сведений о противнике в таком случае вряд ли языку было бы позволено находиться вооруженным без присмотра возле командующего о том что голова влада была отвезена в турцию сообщается по меньшей мере в трех европейских источниках очень подробно описана гибель влада в кирилла белозерской рукописи по этой версии влад отделился от своих войск и в своих бойцов успешно рубящих турок тут на него наткнулся отряд валашских бойцов которые приняли его за турка ведь он как обычно был во время боя одет по-турецки уже пронзенный пикой он сумел зарубить пятерых из нападавших но их было гораздо больше и влад был заколот многими копьями найдя мертвое тело ошибочно убитого воеводы валахи отсекли ему голову и отправили султану дабы мог порадоваться этот возможно постепенно память о жестокосердном искателе справедливости владе дракуле изменилась бы в памяти обычных людей став достоянием историков но фигура валашского правителя заинтересовала английского писателя брема стокера и в конце девятнадцатого века появился его знаменитый роман о вампире графе дракуле очень часто в критической и историографической литературе встречаются утверждения чудище практически ничего общего не имеет с историческим дракулой известное мнение что стокер сделал своего героя вампиром неверно поняв одно слово в немецком памфлете против цепиша означающие на деле не вампира а берсерка так называли иступленных древнегерманских воинов которые в пылу битвы воображали себя волками терзающими врагов но ведь у стокера дракула и остается берсерком откуда же взялся вампир предполагалось что этот мотив мог родился из другой строки памфлетов которые дракула сравнивался с плохую сосущей кровь своей жертвы кроме того указывалось что образ сумасшедшего ренфельда обожествляющего дракулу и одержимого идеи поглощения различных жизней в частности поедающего птиц живьем навеян образом дракулы терзающего птицы мышей в тюрьме что же касается румынского фольклора то и с ним дело обстоит далеко не так просто действительно воитель влад третий обретает в нем героические черты более того само имя дракула то есть сын дракона или сын дьявола решительно устраняется из румынского фольклора где он вода воевода цепишь однако некоторые исследователи отмечают что в биографии дракулы несомненно есть один эпизод которым вполне могло быть обусловлено появление легенды о его превращении вампира это отступничество от православия переход в католичество что по народным верованиям часто карается проклятием в виде вампиризма примечательный эпизод который есть в одной из легенд против воды цепишь а поднимается вместе с турками вся нечисть тут и вампиры они собираются на горе лежащий на границе румынии и валахии совсем недалеко от исторического замка дракулы с этим наблюдением исследователи посвятивших немало времени дракуловедению следует сопоставить и проделанный ими же опрос крестьян ныне обитающих по соседству с этим замком результаты оказались неожиданными крестьяне конечно что цепишь и как великого героя многие утверждают даже что предки их сражались под его знаменами но в то же время замок овен странной славой мимо него боятся ходить по ночам а когда фольклористы просили показать к нему дорогу им ответили запрещено а еще среди крестьян бытует поверье дракула то ли вообще не умер то ли обладает удивительной способностью возрождаться и являться к живым в любой момент это предание тоже героическое цепишь придет и будет защитником румынии от чужеземного нашествия каким был и в пятнадцатом веке вот так друзья на этом будем прощаться с графом и возвращаться из путешествия пишите комментарии ставьте лайки и дизлайки и до подписывайтесь на канал я желаю всем мира здоровья и всякого благополучия на сегодня все пока пока